Всем привет! Вы на канале Квартиры в Челябинске. Вы смотрите видео обзор дома в аренду в коттеджном поселке Малинки Виллэдж. Досмотрите данный видео обзор до конца и вы узнаете стоимость аренды, увидите планировку этого дома, а также узнаете какая здесь есть мебель и бытовая техника. А я начинаю свой видео обзор. Меня зовут Александр Шуляк, я профессиональный риелтор в области вторичной недвижимости. И снимаю видео обзоры на квартиры, которые продаю, а также на аренду, квартиры, дома, ну и плюс развиваю направление загородной недвижимости и коммерческой недвижимости. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые обзоры в том направлении, которое вам нравится. Давайте начнем со входа, чтобы была понятна планировка. Это зона прихожей, она отделана кафелем. Тут есть вешалка для верхней одежды, подставка для обуви. Вот такая небольшая терраса. Есть парковка для двух машин. Сейчас балкончик и покажу. Здесь у нас справа котельная, там стоит стиральная машина. Тут большой шкаф. И вход в санузел на первом этаже. Здесь есть биде, унитаз, душевая кабина, раковина с зеркалом, с подсветочкой. Зона санузла отделана кафелем. Мы двигаемся дальше. Из коридора мы попадаем в свободное пространство. Называется open space. Где находится кухня, столовая, гостиная. И вход на второй этаж по лестнице. Значит, особенностью гостиной является три окна. Плюс с этого окна можно выйти на террасу. Уличная терраса. Такая небольшая. Есть здесь еще часть. И вот такой живописный участок. Зона кухни-столовой. Тут большой телевизор. Стол, четыре стула. Холодильник. Большой кухонный гарнитур, в который встроена бытовая техника. Вытяжка, панель, духовка, посудомойка. Каменная столешка, розетки. Такая просторная достаточно кухня. Два окна. Вот здесь есть ниша еще под один холодильник, если кому-то есть такая необходимость. Ну и мы идем на второй этаж с вами. Очень понравилось мне, что вот этот пролет лестничный, в котором четыре больших окна. И очень светло на этом лестничном пролете. Но дополнительно все равно присутствует подсветка. Установлены вот такие гардины, чтобы можно было вешать шторы. Приватную атмосферу создавать. Такой небольшой распределительный холл, из которого можно попасть в спальню. Здесь спален три. Первая спальня, вторая, третья и санузел. Общая площадь дома вообще где-то 160 квадратных метров. Давайте посмотрим первую спальню. Первая спальня такая самая большая. Мастер спальня, в которой есть кровать с матрасом, прикроватные тумбочки, комод, телевизор, стол, стул и выход на балкон. Здесь у нас стоит москитная сетка. Вот такая спальня с четырьмя окнами. Здесь очень высокие потолки. Очень приятный, светлый дизайн. Косметический ремонт. Спальня номер два. Самая маленькая. Здесь у нас кровать, шторки, вешалка, стол. И выход на балкончик. Давайте на балкончик немного выйдем. Посмотрим вид из окна. Можно выходить на балкон. Вот такой вид. Это западная сторона. Достаточно здесь красиво и живописно. Жилой коттеджный поселок Холмс. Полностью огорожен забором, с охраной, видеонаблюдением. Ой, не Холмс, маленький вилледж. Прошу прощения. Ну что, пойдемте посмотрим третью спальню. Санузел будем подытоживать. Третья спальня чуть побольше. У нее три окна. Тоже есть кровать. Шкаф, купе. Шторки. Здесь эта спальня смотрит на участок. Участок граничит по этим деревьям. Это достаточно обжитый поселок. Здесь много людей уже на постоянку живет. Сейчас посмотрим санузел и будем подводить итоги. Здесь тоже совмещенный санузел. Унитаз. Душ. Раковина с подсветкой. И окно. Что немаловажно. Давайте пойдем в мастер спальню. Мне там нравится. Итак, друзья. Мы с вами посмотрели видео обзор на дом в аренду. Этот дом сдается за стоимость 95 тысяч рублей. В эту стоимость не входят коммунальные платежи. Коммунальные платежи считаются примерно около трех тысяч. Это обслуживание территории комплекса. Где-то около трех тысяч. Это отопление и электроэнергия по счетчикам. Соответственно, в зимний период коммунальные платежи не превышают 8 тысяч рублей. А в летнее время еще меньше. Потому что уже не используется газ. Около пятерки. Поэтому обходиться будет этот дом в районе 100 тысяч рублей в аренду. Подойдет он для семьи с одним, двумя, даже с тремя детьми, я думаю, подойдет. Или, допустим, тех, кто со своими родителями живет. Идеально он, конечно, подойдет для людей, которые хотят переехать за город. Допустим, строят свой дом, но уже хотят жить здесь и сейчас. Но хочу предупредить сразу, что дом этот сдается на долгосрочную аренду. И минимум от одного года. Что касаемо формы оплаты, то это все официально регистрируется с налогами, со всеми вытекающими. Дом достаточно в хорошем состоянии. Дом по видео было видно. И как раз для этого я снимаю видео обзоры, чтобы можно было с другой стороны, с другого ракурса посмотреть на объект, который вы планируете брать в аренду. Поэтому спасибо вам, что досмотрели данный видео обзор до конца. Надеюсь, он вам помог принять правильное решение. И если вам понравился этот дом, я вас жду на показе. Контакты укажу в описании. Или можете написать мне в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Всего доброго, удачи! Продолжение следует...